Только судьи, люди опытные, нам повезло, мы утверждали это медиативное соглашение у опытного судьи. Судья в первой редакции отказался утверждать медиативное соглашение из-за того, что там были слова «при условии». И логически, да. У меня такой был буквально в июне случай. Почему судьи не любят утверждать такие мировые соглашения? Давайте подумаем, при условии. Они потому что не хотят возвращаться опять к рассмотрению, выполнены ли условия. Да, правильно. Они хотят, чтобы эти условия были уже сейчас выполнены, и они забыли совсем про это дело. Или конкретные сроки были указаны, тоже без срока. Поэтапность какая-то или еще что-то, и надо сразу сегодня больше ничего. Нам судья задал вопрос, очень логически вытекающий. Он говорит, предположим, вам потребуется это мировое соглашение исполнять, обращаясь к механизму принудительного исполнения, судебному приставу. Я буду вынужден выдавать исполнительный лист. На какое условие мне выписывать исполнительный лист? На первое условие или на второе? Да. И это логично. Когда постановление 50-е опубликовали, пленум высшего арбитражного суда в июле этого года, они тоже общие рекомендации относительно мирового соглашения сформулировали аналогичным образом, что может и что не может содержать мировое соглашение. А поскольку медиативное соглашение утверждается в качестве мирового, будем считать, что это для медиации применимо. Оно так и есть. Очень рекомендую. То, что касается связки медиатора с работой третейских судов, я думаю, что мы спрашивать не будем, потому что этот материал мы буквально факультативно рассмотрели. Вам не приходилось, Светлана Леонидовна, сталкиваться в работе с третейскими судами? Приходилось. Да почему не приходилось? Приходилось. Мы оспаривали решение третейских судов. Наоборот, обращались в суд за выдачу исполнительного листа, потому что именно суды выдают либо арбитражные, либо районные исполнительные листы. Вот. Ну, то есть, разная была практика. Так это замечательно. Вы допускаете, что договор может содержать и третейскую оговорку, и медиативную оговорку, да? Да. Конечно, да. Ну, замечательно. Тогда неплохо бы посмотреть наши экзаменационные вопросы. По-моему, на второй или на третьей страничке этих экзаменационных вопросов имеется таблица, где приведена аналогия между законом о медиации и законом о третейских судах. На третьей страничке. На третьей страничке. Да, да, да. Вот, знаете, там любопытно. Мы внимательно вычитывали закон. Например, конечно, закон Российской Федерации разрабатывался теоретиками, но, тем не менее, эти принципы нужно уважать при составлении документов, особенно значимых документов. Когда стороны рассматривают потенциальную возможность, возможность медиации между собой по определенному праву отношению, они могут подписать соглашение о применении процедур медиации. А когда стороны уже начали непосредственно процедуру медиации, они подписывают соглашение о начале процедур медиации. А медиативное соглашение подписывается по итогам медиации. Посмотрите, пожалуйста, этот документ и оборот тоже интересен. Например, у нас есть образцы документов Союза медиаторов Республики Казахстан. Находится Союз медиаторов в Астане. Они провели очень кропотливую работу, проанализировали нормативную базу Республики Казахстан и создали...